Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сегодня хочу обсудить итоги митинга 26 октября, в субботу в 14.00. Я знаю, что многие были расстроены, потому что не было многотысячных митингов в крупных таких мегаполисах, как Алматы и Астана. Были немногочисленные выступления в различных городах, я имею ввиду не в Алмате и в Астане. Конечно, тема была очень востребованная со стороны общества. Нет китайской экспансии, свободу политическим заключенным. Вон из Казахстана к китайскому послу Джан Сяо. Это очень важные темы для всего народа. До проведения митинга 26 октября в Казахстане прошли акции поддержку гонконговцев. И вы видели, что людей выходило немало. Они говорили о своих чувствах, о том, что и в Казахстане угроза со стороны Китая серьезно растает. И поэтому, конечно же, власти страны были очень сильно напуганы. Прежде чем говорить о том, что произошло, давайте мы вернемся к ситуации до 26 октября и вспомним, какие действия стала предпринимать власть. Вообще, если проанализировать итоги последних буквально двух митингов, мы можем, наверное, констатировать следующее. Особенно масштабный митинг был в Астане и в Алма-Ате 9 июня. Власть чрезвычайно была напугана. Нагнали они военных из внутренних войск, солдат. Вы помните, когда те места, которые были обозначены для проведения митингов, там практически стояли через полтора метра солдаты, полицейские. И этот метод власть стала применять повсеместно. Что было 26 октября? 26 октября, например, в Алматы, на проспекте Жибек-Жулы, или как говорят алматинцы Арбат, отменили работу ЦУМа, отменили работу магазинов, кафе и все прочее. То есть, фактически, та прогулочная улица, которую постоянно жители Алматы посещают, она, по сути, была заблокирована. Потому что это место было известно, где обычно всегда проходят какие-то мирные акции. Собственно, как это произошло, когда была акция в поддержку гонконговцев. Место проведения митинга мы, в принципе, это ожидали. На площади Тулиби и Аблайхана тоже было оцеплено полицией. Было множество подготовленных автобусов, автозаков для того, чтобы туда выбрасывать протестующих. И за многие метры и сотни метров до места проведения митинга, патрулирование шло со стороны полиции, национальной гвардии. И задерживали очень многих людей на подходе, даже если они просто прогуливались. Так же было и в Астане. Накануне митинга, вы знаете, шли процессы, активные со стороны прокуратуры Казахстана, когда шли заявления о том, что эти митинги являются несанкционированными. Соответственно, людей будут преследовать. Все время шел акцент, что якобы ДВК экстремистской организации. И вот таким образом шло запугивание. В учебных заведениях, в высших, среднеспециальных учебных заведениях у студентов брали расписки, которые просто прямо противоречились Конституции и требовали, что студенты не имеют права ходить ни на такие такого рода митинги. А если они пойдут, они будут отчислены с учебных заведений. В этот процесс давления на общество были подключены учителя, которые своим школьникам, родителям, всем везде озвучивали, чтобы они в субботу в 14 часов не появлялись в этих местах, сидели дома. И, собственно, масса пропагандистов режима все время заранее озвучивали и запугивали. То есть, фактически, режим теперь выработал стандартную стратегию. Это заявление Генеральной прокуратуры, это окружение тех мест, где проводится митинг, заранее задерживают людей, которые, по мнению властью, являются потенциально опасными, они могут участниками этого митинга являться. Активистов, которые, на взгляд власти, являются очень активными и отстаивают позиции, которые у них каким-то образом на учете, блокировали заранее, кого-то задержали с утра до проведения митингов, кого-то еще более ранее, кого-то заблокировали дома. Ну, то есть, это, по сути дела, разработан такой стандартный механизм подавления участия активных людей в митингах, включая с элементами устрашения. То есть, вы все это прекрасно, живущие в Казахстане, на себе это почувствовали. При этом я хочу напомнить, что некоторые люди, блогеры находятся, не говоря о провластных голосах, которые все время говорят, что проведение такого митинга несанкционированно является нарушением закона. И в этой связи я хотел бы всем им напомнить, что Казахстан является участником различных международных конвенций, пактов и все прочее, в которых четко звучит. И Казахстан взял на себя, подписав эти все конвенции, взял на себя обязательства исполнять его. Так вот, в Казахстане любое проведение таких мероприятий, как митинг, не требует никакого разрешения. Достаточно проинформировать местные власти о том, что такого-то числа там-то состоятся митинги. То есть митинги носят уведомительный характер в соответствии с международными соглашениями, которые подписал Казахстан. И поэтому, когда ссылаются на внутренние нормы закона, вы все должны знать, что в Конституции четко написано, все международные договора, ратифицированные, подписанные парламентом Казахстана, по своему статусу стоят выше, чем внутренние законы. Соответственно, при проведении митингов нам не нужно брать никакие разрешения. Митинги носят уведомительный характер. И те блогеры или пропагандисты режима, когда делают такие заявления, вы должны четко знать, что они вводят вас в заблуждение, и мы действовали четко в рамках законодательства. Собственно, вот все эти действия привели к тому, что сейчас власти удалось не допустить проведения масштабных полноценных митингов. И, конечно, многие впали в уныние. Были такие, которые говорили, что надо сменить тактику проведения митингов. Например, говорили так, что давайте не будем заранее объявлять о месте проведения митинга за три недели или за месяц. Давайте тайно соберемся. Тайно тысяч человек, например, мы соберемся на каком-то базаре. Вдумайтесь, тайно. Как может тайно собраться тысяч человек? Тут пятерым сообщить что-то, это все знают. А тут тайно предлагают собраться где-то. Это очень наивно. Я по этому поводу много раз говорил, что у наших органов есть рации, телефоны, машины. Они через пять минут будут в необходимом месте. Поэтому тайно тысяч человек невозможно собраться. Кто-то предлагает собираться, дробиться по районам собираться. Но вопрос, вы кому будете по имя и отчеству каждому этому человеку присылать сообщение, чтобы именно они пришли в этот район. То есть, очень наивные такие предложения. Уважаемые друзья, на самом деле, вы сейчас можете наблюдать, какие события происходят в мире. И примеров много, когда на улице выходят сотни тысяч и миллионы. Они не выходят тайно. Они не выходят по какому-то чудному, скажем, разрешению. Они выходят, не спрашивая ни у кого разрешение. Они требуют от власти исполнить их права, соответственно, обязанности со стороны власти. Исполнить то, что то или иное правительство не выполняет и не делает для народа. И выходит сотнями тысяч. Я приведу известные примеры в Чили, например. Где правительство Чили решило в столице поднять тарифы всего лишь на 4%. Думайте, всего лишь на 4%. Но при этом вы прекрасно знаете, что власти Казахстана, или Балмате, или в Астане легко могут поднять тарифы на транспорт на 30%, на 50%. Легко могут поднять коммунальные тарифы на 10-15%. Или еще какие-либо действия сделать, и в ответ мы не видим массовых протестов. И вот оцените, что происходит в Чили. Всего лишь на 4% подняли проезд в метро. При этом, вы сами понимаете, метро не во всем Чили. Это привело к массовым выступлениям. И когда полиция начала применять жесткие методы борьбы, начали избивать протестующих, на улицы вышло еще больше людей, начались массовые беспорядки. Президент Чили объявил о введении чревчайного положения. В ответ протест расширился, и присоединились другие города. И на улице 26 октября, в тот день, когда мы в Казахстане проводили свои митинги, на улицы городов вышло более миллиона человек. Более миллиона человек. И что сделал президент Чили? Сразу, чудесным образом, были озвучены проекты, которые улучшали жизнь населения. На 10% понизили стоимость медикаментов, медицинских услуг. Сразу были заморожены тарифы на увеличение проезда в метро. Правительство вышло с разными инициативами, сумма которых оценивалась свыше 1.2 миллиарда долларов. То есть целый пакет спрашивается, а что они не делали этого раньше? А почему они отменили повышение тарифов на проезд в метро? Только потому, что на улице страны вышло на митинги более миллиона человек. Более миллиона человек. Но чилийцы не остановились. Им это показалось недостаточным, потому что их требования были шире. И опять сотни тысяч вышли на улицы. Их не остановила ни чрезвычайная обстановка, ни то, что про транспортеры вели. Ничего не остановило. В итоге, что сделал президент Чили? Отправил в отставку правительство. Заявил, что теперь он, президент Чили, услышал свой народ. Он понял послание народа. Я вам просто зачитаю, что он говорит. Мы услышали и поняли послание чилийцев. Я попросил всех министров покинуть свои должности. Мы работаем над формированием новой команды, которая начнет работу над изменениями. То есть вы видите, что его заставило такие действия предпринять и отправить в отставку правительства. Именно многотысячные, миллионные митинги. Это происходит во многих странах. Когда кто-то говорит, что митинги не помогут, а что поможет? Давайте мы сначала, прежде чем сделаем резюме, скажем, а что же поможет? Референдумы. Референдумы имеют право объявлять по конституции только президент страны. А президент, как известно, у нас мебель. И мы все прекрасно знаем, кто рулит страной. Назарбаев. Вот вы соберете 200 тысяч подписей по всей стране. Центральная избирательная комиссия, которым руководит родственник Назарбаева, даже если скажет, окей, подписи настоящие, а дадут Такаеву. Такаев скажет, нет, мы не будем проводить референдум. Вы полгода будете эти подписи собирать и все это в мусорку, в трубу. Референдумы не помогут. Петиции то же самое. Мировая история, история развития тех стран, где правительство не выполняет свои обязательства, там где диктатура, там где неэффективное правительство, там практика показывает, что единственный инструмент давления на власть, который воздействует, заставляет правительство принимать решения, это митинги. Это митинги не десятков просто или сотен, а десятки тысяч и сотен тысяч, когда выходят на улицы, именно тогда меняется ситуация. Вот вам пример Чили. Недавний пример Армении, когда маленькая Армения вышла в столице 150 тысяч человек, все сменилось и власть перешла в руки народного представителя. Я вам таких примеров могу приводить множество. И поэтому единственный инструмент для изменений в нашей стране это митинги. Вы знаете, что в этом году правительство Атакаева было вынуждено объявить о программе адресной социальной помощи. Какая-то часть людей ее получила, но она получила только после различных акций протеста, матерей, митингов ДВК. 9 июня, когда вышло и в Алма-Ате, и в Астане около 20 тысяч человек, после столкновений с полицией, эта программа АСП начала реализовываться. Но сейчас, когда протесты, если вдруг затихнут, то, поверьте мне, эта программа АСП будет свернута окончательно. Вы все прекрасно знаете, что немало семей в нашей стране получают эту помощь и сейчас, через по истечении 3-4 месяцев, их заставляют вернуть денежные средства обратно. Считая, что якобы они кто-то не показал 16 тысяч тенге доход, кто-то 11 тысяч тенге, кто-то корову, оказывается, не показал. И в итоге все придет к тому, что эта программа будет свернута. В результате организации наших митингов, в результате требования списать потребительские займы и ипотечные займы до 30 миллионов тенге стоимости квартир, вы знаете, что в недрах власти родилась программа по списанию кредитов до 300 тысяч тенге. И, как заявляет власть, по этой программе прошли около 500 тысяч человек. Это не потому, что кто-то написал письмо Назарбаеву или Токаеву. Вы все прекрасно понимаете, что все эти действия были осуществлены в результате массированного давления протестующих на правительство Токаева. Массированное давление на самого Назарбаева. То есть, только в результате таких активных действий и акций мы можем полагать, что будет результат. Другого способа нет. Письма ваши пропадут в их кабинетах. Обращения в виде петиции никто читать не будет. И эта власть будет реагировать только на массовые митинги. Теперь давайте мы оценим текущую ситуацию. Кто-то уныло скажет, ничего у нас не получилось, народ наш спит и так далее. Я хочу сказать, что наш народ ничем не отличается от любого другого народа. Ни Армении, ни Грузии, ни Украине или то же самое Чили. Обратите внимание, в Чили народ живет лучше. Доход на душу населения в Чили по итогам 2018 года составил свыше 16 тысяч долларов. В Казахстане чуть более 9 тысяч долларов. То есть, вы понимаете, жизненный уровень в Чили значительно выше, чем в Казахстане. Значительно, минимум в полтора раз. Но тем не менее же, вы видите, народ выходит миллионами на улицы. Миллионами. И они добиваются результата. А теперь давайте мы посмотрим, какие действия предприняла власть. Разве власть боится пикетов? Разве власть боится каких-то референдумов через их подставные структуры, которые уводят, спускают пар людей куда-то в сторону? Давайте мы сделаем обращение к каким области? А давайте к каким городу? А давайте мы такое обращение сделаем? Нет. Власть не боится. А власть боится митингов. Именно митингов, организованных демократическим выбором Казахстана. Потому что власть истерично кричит. Это запрещенная организация. Это митинги незаконные и так далее. При этом сами проводят свои митинги. Пожалуйста, тебе разрешение. Выходят нуратановцы или подставные их структуры, типа воен Казахстан. Поют песни на жебек жилых, никто не трогает. Какие-то шествия делают, никто их не трогает. А как только ДВК объявляет, власть пугается. Давайте мы поймем, даже с точки зрения вашего состояния, кого вы боитесь или чего вы боитесь. Или когда вы начинаете бояться. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас основным тормозом для проведения массовых митингов, таких как в Чили, является страх людей. Кто-то имеет минимальный какой-то доход, какие-то минимальные условия. Они говорят, а кто завтра будет кормить мою семью? А что будет моей семьей? А вдруг меня уволят с работы и так далее. И вы продолжаете вести борьбу за существование, жить нищенской жизни. Потому что вы уже сами себя запугали страхом. Страх у вас возникает в понимании того, что могут реализоваться плохие для вас сценарии. А теперь давайте мы изучим страх власти. Вы же прекрасно понимаете, что власть боится. Она боится митингов. Кто-то из вас скажет, власть сильная, ее невозможно сдвинуть, ее невозможно поменять. Казахи такие-сякие. Это я слышу сплошь и рядом. Но представьте себе, что это сильная власть, в вашем понимании. Сильный режим боится. А как он свой страх высказывает? Делает заявления, заранее задерживает активистов, которых там буквально несколько сот по стране. Блокирует улицы, нагоняет войска, ставит автозаки. Проводит работу в школах, учителя, учебные заведения, высших и среднеспециальных заведений. То есть они все время демонстрируют страх, лихорадочно обрабатывают огромное количество людей. В это вовлечены акимы всех областей, районов и так далее. Только ради одного, чтобы народ не вышел на митинги. Вот представьте себе, вы идете на улице, на темной улице. Вы же боитесь, что вдруг на вас кто-то нападет. Сильнее вас нападет с ножом или еще как-то нападет группой. То есть страх формируется тогда, когда тот, кто боится, понимает, что тот, кто нападет, он сильнее тебя. Или как минимум такой же, просто он неожиданно тебя нападет. И вы прекрасно видите, что на ваших глазах власть боится, ей страшно. А кого может бояться сильная власть? Более сильного. Значит, получается интересная ситуация. Более сильный это народ, это не Мухтар Аблязов. Власть не боится Мухтар Аблязов, потому что Мухтар Аблязов находится далеко в Париже. Власть боится своего народа. Почему боится? Почему, если это легитимная и честная власть, она должна бояться своего народа? Потому что это власть преступная. Вы знаете, что вся политическая верхушка, мафиозная, она обкрадывает вас. Миллиарды долларов, минимум 30 миллиардов в год, оседает в их карманах. Вы это знаете, вы это видите. Вы видите их дома шикарные, вы видите их квартиры, вы видите их машины. Вы знаете, как они роскошно проводят тельные вечеринки. Они же не бизнесмены, они же эти деньги не заработали. Это обычные государственные чиновники, которые получают небольшую заработную плату, но живут с таким размахом, как крупнейшие бизнесмены планеты. Супер миллионеры или супер миллиардеры. Вы прекрасно понимаете, что такого не может быть, если эти люди не крадут ваши деньги. Поэтому вся политическая верхушка, которая находится во власти, они просто члены одной мафиозной группировки во главе с султаном Назарбаевым. И они знают, что некий страшный субъект, а это субъект народа. И этого народа в количестве 18 миллионов человек, огромная сила, что если завтра этот народ проснется, задержит и арестует этих людей, то все их преступления будут проявлены, и они понесут серьезное наказание. Вот в чем суть их страха. И значит, этот сильный мафиозный режим боится. И получается интересная картина. Власть боится очерчивать эти круги, защищается полиция, которая получает тот же грошовую заработную плату, получает отдельные подачки. И, кстати говоря, им регулярно власть повышает заработную плату только потому, что мы организовываем протесты, митинги. И эту полицию власть бросает на защиту себя от народа и украв у народа, платит им больше. И вы видите, какую картину. Народ находится где-то в стороне. Почему в стороне? Потому что на этих митингах не было масс. Если бы в Алма-Ате и в Астане, а мы предлагали провести шествие, создать обруч по этим улицам, к месту проведения, около места проведения митинга, собралась большая масса, то полиция бы ничего не смогла сделать, потому что их всего лишь несколько тысяч в каждом городе. А жителей, как минимум, от нескольких сот тысяч до двух миллионов человек проживает в таких городах. Не было их. И получается, народ в страхе где-то залег в кустах. Полиция в страхе охраняет места около этих кустов. И две силы друг друга боятся, им страшно. Видите, какой парадокс. Поэтому, уважаемые друзья, для того, чтобы это изменить, нужно сделать всего лишь один шаг. Один шаг преодолеть свой страх, как преодолевает его граждане других стран. Ведь это для нас пример. Мы видим, что они добиваются результата. В результате их выхода на массовые митинги. В результате их сопротивления так называемым правоохранительным органам, которые сегодня, 26 октября, вы знаете, показали свое лицо. Они участвовали в предательской политике Нурсултана Назарбаева. Мы говорим, нет экспансии Китая. Мы говорим свободу политических заключенных. И теперь эта полиция, которая должна защищать народ, говорит, нет, мы за Китай. Нет, пусть политические заключенные сидят. И более того, они задерживают людей, которые просто ходят по улицам, стоят на остановках, участвуют или заявляют о своем предполагаемом участии на мирных митингах и задерживают. То есть вы видите истинное лицо полиции на данный момент. У полиции есть выбор. Например, или они продолжают соучаствовать в этих преступлениях режима, или все-таки они развернутся в сторону народа. Как сделали, например, недавно в Ливане, когда там в такой маленькой стране, где проживает около 5 миллионов человек, вышло на улицы около 2 миллионов человек. И силовые структуры сделали заявление, они сказали, что они вместе с народом. И они это заявление сделали просто от безысходности, потому что почти половина страны вышла на улицы. Почти половина. Результат есть всегда, когда выходят сотни тысяч на улицы. И никто не может говорить, что вот от митингов пользы нет, потому что тех самых митингов необходимых не было, когда на площади страны вышли бы десятки тысяч людей. Таких митингов не было. И нам пора осознать, что митинги единственный инструмент, чтобы добиться не только смены режима, но и добиться каких-то результатов. Вот те шаги со стороны правительства, это и адресная социальная помощь, как АСП говорят, и списание кредитов, повышение кому-то зарплат и все прочее, они все появились, и вы это должны осознать в результате наших активных действий. Сейчас, конечно, ситуация на самом деле сильно изменилась. Если в начале года, в феврале, в марте мы не видели массовых митингов, мы не видели, чтобы режим так активно защищался, пугался, то сейчас у них, знаете, такая силовая машина, стандартная. Прокуратура делает заявление, преподаватели, учителя, значит, всех запугивают. Пресса работает, телевидение работает. Все расписываются в учебных заведениях, что на митинг не пойдут. Полиция отлавливает активистов по дороге, требует с них объяснительное. По шесть полицейских нападает на одного человека. Ну, я вам скажу, что такой возможности у режима не было и нет на самом деле. Просто все упирается в количество протестующих. Если будет выходить тысячи и тысячи, они захлебнутся. У них просто не хватит сил. Как вот показывают пример Чили, Ливана или других стран. То же самое Армении. Что мы сейчас наблюдаем? Если говорить о митингах прошлого года, их всего-то было три попытки с нашей стороны. Мы один реально провели 10 мая. То в этом году все серьезно поменялось. Наши граждане выходят на эти митинги и зачитывают Конституцию. Вы, наверное, видели, как один пожилой мужчина зачитывал статьи Конституции и его никто не задержал. Совсем недавно люди просто одну строчку Конституции успевали произнести. Это было в апреле. Их задерживали. Или писали на плакате слово «А вправду не убежишь» и их тоже задерживали. Сейчас ситуация изменилась. Смотрите, что я получаю в виде сообщений с регионов. Сейчас очень много появилось на акциях протеста новых людей. Они смелые, уверенные, юридические, более подготовленные. Мы провели большую работу, чтобы ознакомить людей с их правами. С правами, ссылками на нормы закона, на Конституцию и так далее. Вот, пожалуйста, что мне пишут. Первое. Задержанные люди отказываются создавать свои отпечатки и фотографии, так как имеют на это право. Почему? Потому что они говорят, я не хочу. Если раньше люди просто автоматически отдавали свои отпечатки, они говорят, нет, я не хочу. Тогда им полиция говорит, хорошо, пиши, что ты отказываешься. Они пишут и все. Никаких отпечатков они не оставляют для полиции. Второе. Обратите внимание, люди уточняют свой статус, когда их задерживают. Если это статус свидетеля, если полиция объявляет, что свидетель с правом на защиту, то тогда эти задержанные просто хранят в молчании, потому что любое слово может быть против них использовано. Они уже юридически грамотные. Если полиция говорит, что задержанный просто свидетель, тогда он просто отвечает фамилией, имя, отчество, шел по улице, шел на митинг. И если какие-то есть вопросы, которые человек воспринимает, что полиция может использовать против него, он отказывается, ссылается на конституцию и говорит, что я не могу свидетелить против себя. Видите, как грамотно. А если есть какие-то вопросы, которые опять же человек не устраивает, он говорит, не знаю, не помню и не буду отвечать. Далее, задержанные не отдают свой телефон просто так сотрудникам правоохранительных органов. Они при этом говорят, что есть статья и норма конституции, которая говорит о тайне переписки. То есть каждый человек имеет право хранить эту информацию. А если сотрудник полиции хочет изъять, тогда он с него требует подписать протокол изъятия, и стороны расписываются, и уже просто так этот телефон невозможно забрать. И более того, люди не отдают пароль доступа к телефону, ссылаясь на конституции о тайной переписке. Затем по выходу из полиции, а сейчас вообще была тотально, основная часть людей просто задерживалась на несколько часов, чтобы они не могли участвовать на митингах, и потом выпускали, и не составляли протокол, потому что они были незаконно задержаны. Люди просто шли по улицам или стояли на остановке, они были незаконно задержаны. И полиции это невыгодно. Мы об этом говорили, что полиция будет делать незаконные действия. Мы предлагали обращаться по этому поводу с соответствующими жалобами суды, затем правозащитной организацией и нашей службы, в частности юрист ДВК, поможет такого рода действия, то есть написание жалоб и так далее. То есть, далее, вы, наверное, все видите, когда происходит задержание, они требуют показать удостоверение полицейского, переписывают данные. Когда кого-то вызывают в полицию, они идут, говорят, неси повестку. Вспомните, год назад такого не было. Требуют, чтобы повестка была оформлена правильно. Требуют адвоката. Если его не предоставляют, требуют дежурного адвоката. Затем идут следственные суды, вызывают суд следователя на допрос о правомерности его действия. То есть, вы видите, у нас ситуация очень сильно изменилась. Очень много людей, которые осмысленно идут на митинги и очень хорошо подготовлены юридически. Этот слой меняется. Сейчас большая группа людей прямо открыто говорит в эфире, в социальных сетях, что, Назарбаев, ты не сможешь остановить прогресс, ты не сможешь отобрать будущее у нас, у молодежи. Ситуация сильно изменилась. И особенно она динамично меняется с 1 мая. Да, 26 октября власти удалось такими силовыми действиями не дать организовать и провести массовый митинг. Действительно не удалось. Но я что хочу сказать. Мы, как политическая организация, организация демократический выбор Казахстана, будем продолжать наращивать свои активные действия. Мы будем образовывать людей и будем усиливать свою работу. И наступит момент, когда наступит осознание у людей, так же, как наступило у чилийцев, как у ливанцев. И они, объединившись, сотнями тысяч вышли на улицы и сразу достигли результата. Сразу. Не когда выходят десятки или сотни, а когда десятки и тысячи, вот тогда будет результат. Кто-то нам говорит, что вот вы палите своих активистов, бросаете нам бразуру и так далее. Уважаемые друзья, выходите десятками тысяч на улицы и тогда просто силовые структуры захлебнутся. Им не нужно будет, у них не будет возможности преследовать отдельных активистов. Не мы их как бы подставляем. Они сами идут, сами идут, потому что понимают своими действиями. Они побуждают и других выходить на митинги. Год назад мало кто выходил, почти не было. Но совсем недавно, вы вспомните, 9 июня были тысячи. Власть тогда привлекала к административной ответственности минимум 5-6 тысяч человек. Минимум. То есть общество пробуждается. Не случайно власть сейчас создает такие подставные партии. Если бы совсем недавно они могли открыто назначить Даригу на позицию президента, Назарбаев сейчас вынужден делать прокладку мебель. Это настоящая прокладка. Вы знаете, пару недель назад сам же Такаев, я его все время мебель называю, но это он еще и в роль прокладки выполняет, подписал указ, который ограничивал все его действия. Он должен все согласовывать с Назарбаевым. Он имеет право только Акимов района назначить. Представьте себе, президент страны может назначить только Акимов страны. Все. Он ничего не может. А в это время Дарига Назарбаева ездит визитами в регионы, в разные области. Пресса о ней говорит. Она посещает Россию, встречается с премьер-министром, с главой Совета Федерации Матвиенко. Она, председатель Сената, просит, чтобы казахстанский уголь пропустили в Украину. Какое отношение уголь имеет к председателю Сената? Хозяйственным вопросом в нашей стране занимается правительство. А почему она обратилась в Россию, лоббировала? Потому что Арселор Миттл, это совместное долевое участие и владение со стороны Назарбаева, это общеизвестный факт. Это еще и Рахат Алиев это озвучивал. Этот уголь они пытаются экспортировать в Украину, а Россия не пускает. И вот вы видите, да, кто реально ездит, лоббирует, кто реально позиционируется и почему? Потому что Назарбаев готовит передачу полной власти Доригье. Именно поэтому он публично показал, что Такаев никто. Он даже, наверное, не мебель, он просто опилки. Кусок фанеры, в конце концов. Он ничего не решает. И если мы будем молчать, если мы не будем сопротивляться, следующий шаг это будет назначение Доригьи и это будет реальный султанат. А в чем дело? Столицу назвали Нурсултаном. Аэропорт, пожалуйста, Нурсултан. Парки, все прочие, улицы, тоже Нурсултан. Осталось просто юридически дооформить. Он же сейчас и так Нурсултанат. Потому что на позиции председателя Совета Национальной Безопасности он контролирует президента страны. На секундочку, председатель Совета Национальной Безопасности сам себя назначил. Никто его не избирал. А как это по-другому назвать, если это он пожизненную должность имеет? Ему достаточно даже Доригу посадить на эту позицию, председатель Совета Национальной Безопасности. И опять будет клан Назарбаева контролировать нашу страну. На самом деле, конечно, они хотят пойти дальше. Они хотят юридически оформить, построить монархический строй, конституционно оформить. Понимаете? И все действия по продвижению Дориги четко показывают, что осталось немного им завершить. И мы поможем, если будем молчать Назарбаеву в этом. Именно наше активное сопротивление, именно наша борьба заставляет его выкручиваться, придумывать разные схемы, ставить против таких прокладок, как Такаев, говорить, что Такаев президент, что он на него работает. А в реальности вы видите, что на все ключевые встречи летает Назарбаев, все решения принимает Назарбаев. То есть вы в реальности теперь, надеясь, понимаете, что ничего в нашей стране изменилось, только оформляется юридический Нурсултанат. Поэтому, уважаемые друзья, мы все должны осознать, тактика одна. Нас на митингах должно быть много. Все рассуждения, что давайте пойдем на базар, или там тайно ночью выведем тысяч человек, они смешные и не работают. Они не работают. Единственный способ смены режима, единственный способ добиться успеха, это массовые митинги. И массовые митинги должны быть организованы. Организующая сила есть, это демократический выбор Казахстана. И именно нас, обедненную политическую силу, преды которых тысячи сторонников, боится власть, боится народ, боится эту политическую организацию. И мы сильны, потому что если бы мы были слабыми, власть сказала бы, пожалуйста, проводите митинги. И вот в Европе власть сильная. Вот я живу во Франции регулярно, здесь сотни тысяч людей колоннами проходят на улицах. И это везде, это и в Америке, и так далее. Это право человека выходить на митинги. И власть демонстрирует, что это право реализовывается, демонстрирует свою силу, потому что это сила народная, потому что они являются представителями народа, все те президенты, или премьер-министры, или депутаты. И поэтому митинги свободно проводят, миллионы выходят на улицы. И если власть не дает нам проводить митинги, именно нам, значит она боится нас. Мы являемся серьезной, самой серьезной политической силой. Мы должны проснуться, прекратить пугаться, сделать решительный шаг. Мы в один день изменим ситуацию, сменим режим, и ваша жизнь начнет меняться стремительно. А если вы этот шаг не сделаете, то мы будем прозябать, прозябать еще 30 лет. Так что, всем тем, кто сейчас находится в унынии, я хочу сказать, мы как политической организации будем действовать, будем расширять свою деятельность, будем расширять круг наших сторонников, мы будем проводить митинги, будем проводить различные акции. Не унывайте, мы будем действовать. Алга, Казахстан!